Мы не стали изобретать новые снежные санки, мы переделали вариатор, но не стали уродовать его. Сделали новый металлический каркас, так сказать, некую клетку, которая прикручивается на штатные места варика. Сделали вот несколько закладных новых, соответственно, за которые все это хозяйство и завязали. Рулевая колонка. Долго думали, из чего ее сделать, но пришли к выводу, что в рулевую колонку у нас станет ступица уральского колеса. Потому что родная, некая, слишком высока и показалось, будет не очень удачно. По итогу получилась вот такая вот клеточка, которая съемная, что дает нам возможность эксплуатировать мотик для своих прямых назначений. Собственно, гонки на 201 метр. Что здесь будет? Отверстие? Угу. Вот для этой оси. То есть, ось мы тоже используем уральскую. Мы ее обрежем слегка, и это у нас будут некие две траверсы. Нижняя и верхняя. Верно? Да. Вот такая у нас будет ось. Сейчас Иван там траверсы подпилит. Мы ее немножко укоротим, и получится такая вот осяка. Да, вопрос только смотри в чем. У нас вот здесь вот самое слабое место, где у нас нету тройного пересечения. Мы можем это сделать чуть назад, вот так вот, вот. А это чуть вперед, чтобы у нас так же тройник здесь этот преобразовался. Понял, да? И мы от него потом снизу сделаем тогда, значит, и коньковую часть как-то. Вот такую, короче, конструкцию лемя. Чтоб он есть какой-нибудь, давайте сюда постели, я попробую приличную. Ну, че, круто. Ну, короче говоря, вот так как и будет. Вот такой я буду шползти, да, че. Ох! Вот так пошпарю. Слушай, все очень похоже на как на вариаторе. Увидимся на Snow Dogs. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть лыжа будет, так сказать, поворотная. Ну, все, у чемпионы Snow Dogs. Пакет. Это, короче, две качелки, да, на которых лыжи будут поворачиваться. Торцевать будем на станке или такими оставим? Такими оставим. Ну, все верно, как и задумывали. Я думаю, только чуть-чуть клиренс надо приподнять. То есть повыше, прям посередине трубы. Да, во-во-во-во. Вот так вот надо будет и сварить. Короче, время ночь. Я приехал в непонятный мне поселок покупать амортизаторы для Snow Dogs. Посмотрим, что из этого получится. Пойдем под цвет фар. Пойдем, пойдем. Ну-ка, покажи, что тут. Ага. А зачем снимаете? Показывай, ну-ка, показывай. Ну-ка, что, вот плоди сюда. Плоди, давай, их рассмотрим. Короче, это Альфа, да? Да. А вы зачем снимаете? Ты потом просто в кино попадешь и все. Не надо. Нам надо для проекта, для... Нет, меня, пожалуйста, там нужно заверить. Не надо у тебя, да? Нет. Ну, хорошо, не будет. Будут одни руки твои. Слушай, а есть вот немасляные, вот чтобы масла не было? Вот, смотри, видишь, масло вон бежит. Нет у тебя другого амортика? Не масляного. Посмотри, пожалуйста. Сейчас. Ну, вы сами все видели, короче. Приколы, блядь, такие. Это что такое будет, Вань? Ухо взял, лыжи. Передняя подвеска, так сказать, да? Все, понял. Так, медленно, наверное, мы к чему-то идем. Не знаю, чем все это закончится, но я думаю, что, во всяком случае, точно участием. Прошло две недели, и за эти две недели нам удалось практически полностью собрать так называемое наше немото, с исключением того, что нужно замотать ручки, сделать, значит, передние лыжи, они уже готовы, и изготовили задние лыжи приварили такие направляющие коньки. Это у нас будет газ, уже установлена тормозная ручка, коньки, наварили такие коньечки, и надеемся, что в ближайшее время, буквально через день-другой, мы приступим к самым настоящим тестовым испытаниям. Ага, вот это вот тот самый наш подрамник, который будет стоять спереди. Вот здесь вот направляющие, на случай плевка вперед, что будем катиться на этих лыжах. Сейчас вот замотаем ручки. Почему черная изолента? Ну, потому что она черная тряпичная, именно, потому что на ней не скользят руки. Да, это выглядит, конечно, по-колхозному конкретно. Это некрасивые там силиконовые ручечки с пупырышками или с крутыми надписями, типа ProBiker. Это обычная черная изолента, которая держится, и, что самое интересное, она с таким эффектом прилипания, если, вот, покуда она новая, руку порой очень трудно отодрать от нее, что обеспечивает, например, в мотокроссе отсутствие проворачиваемости, например, когда ручка газа тугая, вот, и ты устаешь, и рука начинает проскальзывать, то вот, как бы, черная изолента тебя чуть-чуть спасет, потому что ты к ней прилипнешь. Прилипнешь, и рука твоя будет ерзать. Вместе с ручкой никуда не денешься. Я вот на концах делаю специальные такие шарики, пытаюсь сделать некие ограничители, которые будут мне давать понять, что рука начала съезжать, и эти бабушки будут сигнализировать о том, что ты начал соскальзывать, рука твоя соскальзывает с ручки такой вот набалдашник. Самое главное в Unimoto это расцепитель зажигания. На тот случай, если вдруг ты каким-то чудом слетишь с него, и мотоцикл или Unimoto не уехала самостоятельно без тебя, то были случаи, когда снегоходы выезжали на несколько километров без наездника, и люди потом по тропинке искали, но находили уже только либо детали снегохода, либо уже снегоход кто-то успешно тащил себе в гараж. У нас будет вот такой расцепитель, он у нас уже использовался на газуле, его задача заглушить двигатель при отделении гонщика, то есть, судя по всему, меня, от техники. Вот таким образом. Сейчас мы его будем ставить. Отлично! Отдергай! Вот таким паяльником теперь можно работать. Но это у нас были размыкающие контакты. А нам надо сейчас другие, Вань, ну-ка давай идти тоже обводим. Ага, и еще одно. Вот так паяем. Теперь нам надо вот эту штуковину. Ставим ее на печалку. То есть, это говорит о том, что у нас есть проводник, да? А нам надо с тобой. Вот так не гудит. А нажми, пожалуйста, на кнопку. Все, вот эта вот схема нам именно и нужна. То есть, вот эти вот два конца. Вот этот, да, верхний. И этот. Ну вот, что у нас получилось. Наша кнопка, размыкатель, как поет Владимир Семенович Высоцкий. И молимся, чтобы страховка не подвела. Все, ставим. Давай думать, как у нас будет выхлоп здесь сделан. Вот здесь какие-то старые патрубки. С не пойми, куда. С не пойми, куда. О, какая будет криволька. Вот так. Ну, по большому счету, вот если от этой трубы, как она здесь есть, ты мне приведешь вот сюда, вот до сюда хотя бы дотянешь. А отсюда так же заведешь куда-нибудь вот сюда, вот, и вместе их соединишь. Смотри, что. Вот эту вот штуку. Вот к этой вот. И вот так вот и соединишь. Вот в этом вот уровне, окей? Эту соединишь с этой и досюда. Вот. А вот эту обрежешь на изгибе. И есть у нас какая-нибудь ровная трубка-то еще, в которой бы можно было ее слегка проводить. Да, вот эту вот сюда и накинешь. Есть еще что-нибудь? Ну что, сообразишь? Или, может быть, вот эту вот, смотри. Вот эту вот. Вот сюда вот. Всем привет, братцы. Ну да, да, вы действительно правы. Мы решили переделать вариаторную пукалку по дуне мото. Да, что из этого получится, мы увидим уже, видим, на соревнованиях. Ну а пока вовсю идут работы, связанные с переделкой. Двухколесная, одноколесная, плюс еще лыжинная. Вот, смотрите, что тут получилось. Мы изготовили такой треугольный хребет, скажем так. Закрепили его в четырех местах, на месте крепления сидений. Вот один кронштейн, вот второй. И потом сделали укосины, вот эти вот две укосины. И они присоединились к раме. С обратной стороны тоже сделали закладной винт. Вот Иван сейчас тут собирает глушитель. Вот такие у нас будут короткие патрубки. Вот здесь вот сделали два закладных болта. Здесь и спереди. И к ним привязали всю эту конструкцию, чтобы можно было, так сказать, смело ее нагружать. Мы повторили схему, уже подобную участников сноудокса. Так сказать, некий подруливающий зад. Да, они повторили нас, мы повторили их. Кто знает, о чем я говорю, тот поймет. Да, ну и сделали вот такие вот качающиеся лыжи. И попытались на них сделать еще, мало того, вот такие вот ребра, направляйки, чтобы вот камера не может сфокусироваться. То есть сделали такой конек. Скоро будут испытания. Что из этого получится, конечно, никто не знает. И вообще, куда я уеду. Да, но мы уже поставили тормоза. Они почему-то со второго качка. Наверное, либо за воздушами. Ну и наш снегоходный курок. Классический курочек. Поставили кнопку двиг-стопа. В надежде, что ничего страшного не случится. А если случится, то мы сможем остановить этот летящий брондулет. В целом, все это, ребята, выглядит вот так. Как будут испытания, мы вам, конечно, покажем и расскажем. Все, глушитель готов. Осталось его чуть-чуть тут откорректировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА